МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить. Главная тема этого выпуска. Зарезал за церковную кружку и крестики. Арестован человек, подозреваемый в убийстве пенсионерки в Ряжской Никольской церкви. Дуль по интернету. 19-летний рязанец использовал для закупки наркотиков современные технологии. То яма, то канава. После дорожных сугробов и льда наступает время колдобин и рытвин. А теперь обо всем подробнее. Вчера вечером был арестован роженец Новосибирской области, который, по версии следствия, зарезал в Никольском храме Ряжска 65-летнюю пенсионерку. Напомним, задержали подозреваемого в эту субботу в Тамбове. Никольскому храму в Ряжске 115 лет. Много повидал он на своем более чем веку. Была здесь после Октябрьской революции фабрично-зводская семилетка, железнодорожные школы, мастерские. Вновь церковь стала действующей как раз на свое столетие. В 1998. Так что все бывало, но вот злодейского убийства в своих стенах Никольский храм не видел. До этого года. 2 апреля утром в иконной лавке храма было найдено тело 65-летней продавщицы. Позже эксперты дали заключение. Женщину зарезали. В лавке недосчитались нескольких золотых цепочек, крестиков. Исчезла и кружка с пожертвованиями прихожан. Расследование убийства проходило экстенсивно. Проще говоря, прочесывали Ряжск частым гребнем. Искали возможного преступника. Искали свидетелей. Искали людей, которые могли хотя бы что-то видеть в день преступления. Сыщики выяснили, что у храма тогда стояло несколько автомобилей. Нашли владельцев. У двоих были установлены авторегистраторы. Вот эта запись привлекла внимание оперативников. Молодой человек стоит на обочине, явно намереваясь побыстрее уехать. Начались новые многочисленные опросы граждан. Наконец, одна из местных жительниц узнала парня. Она частенько видела его на вокзале. Нашли людей, которые знали имя подозрительного человека. Оказалось, что за два дня до убийства он нанимался чистить снег во дворе Никольского храма. Дали делать техники и времени. Полицейские выяснили, что это 29-летний уроженец Новосибирской области. И уехал он в Тамбов. В Тамбове ночью 7 апреля его и взяли. Я раз приехал, пришел туда, в церковь зашел, чтобы там немного заработать. Заработал первый день, там снег убрал, заработал, а у меня 300. Ну, небольшой соблазн поелся на это золото, которое видел в церкви. И вот решил, как он заграбить его. И вот второго апреля приехал, постучался в дверь, позвонил, из-за бабушек открыл мне. Часть золота я в Рязани сдал. Уехал обратно. Часть золота в Тамбове сдал. Сейчас подозреваемый арестован. Расследование обстоятельств дела продолжается. Очередное расследование провели рязанские наркополицейские. Молодой рязанский бизнесмен с криминальными наклонностями организовал поставки наркотиков из дальнего зарубежья. Юношу выписывал ЛСД из Германии, а марихуану предпочитал польского разлива. Это все речь рассыпа. Форма общения с наркоколлегами, жителями загнивающего Запада, у 19-летнего рязанца была самая, что именно есть современная, посредством интернета. Некоторые подробности у Глеба Галушкина. В этом феврале рязанские наркополицейские задержали 19-летнего жителя областного центра за продажу наркотиков через интернет. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, используя сеть интернет, вступал в контакты с лицами за пределами России, которые занимаются сбытом наркотиков, и заказывал пересылку наркотиков, перечисляя предоплатой деньги по системе электронных платежей. Установлены два факта пересылки почтовыми отправлениями. Это ЛСД с территории Германии и марихуана с территории Польши. Сейчас наркодилеры вовсю осваивают интернет. Существует множество сайтов, где дельцы предлагают не только различные наркотики, но даже семена конопли из зарубежных стран, таких как, например, Голландия. Кстати, все чаще наркополицейские арестовывают преступных растениеводов. Несколько раз за последние месяцы оперативники госнаркоконтроля пресекали деятельность нелегальных лабораторий, где выращивались элитные сорта марихуаны. Такие вот у нас ботаники. Наркополицейские надеются, что недавние ужесточения в законе об обороте наркотиков помогут снизить число желающих заниматься торговлей заграничной дурью через интернет. Ведь чаще всего заказанная партия составляет, говоря юридическим языком, значительный размер. А это грозит наркоторговцу тюремным сроком в 10 лет. Мелкая наркоторговля, практически безнаказанная во многих городах и весях Руси Великой, поразила такое неоднозначное явление, как молодежный антинаркотический спецназ. Вот фрагмент одного из видеороликов, который спецназовцы регулярно и щедро выкладывают в сеть. Начали, начали. Бегом, 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 Серега, бегом. И ты бегом, быстрее. Все, пошли, пошли. Вот в этой машине продаются наркотики. Уважаемые граждане, обратите, пожалуйста, внимание, что ваши дети сюда не приходили. С этой машины торгуют наркотиками. Как можно видеть, молодежные отряды сражаются с торговцами наркотиками способами, далекими от законных. Однако, меры они принимают решительные, последователи имеют везде, никто не ноет, что, дескать, недофинансирование, нехватка кадров, несовершенство законодательства, никто не произносит фраз типа «на каждый угол постового не поставишь» и так далее. Зато все эти надоевшие до изжоги официальные аргументы регулярно звучат с телеэкранов во время сюжетов с пресс-конференцией. А с так называемыми легальными наркотиками, до которых не дотянулась неспешная рука Уголовного кодекса, вообще у полиции сладу нет. Тут вот и поспевает молодежь с битыми и пузырьками с яркой краской. Так что активисты и экстремисты подрастают, такое дело. Все это тревожно, конечно, но было вполне ожидаемо. Почти открытая торговля мелкой дурью, кого хочешь доведет. Особенно, когда правоохранители как-то уж очень подчеркнуто не обращают на точки внимания. В Рязани вообще до декабря торговали на сваим прямо в киоске, на площади Победы. Это рядом с памятником, зданием суда, с налоговой. А может и сейчас торгуют, кто знает. Продолжаем программу. Сегодня наша автор Оксана Тебенихина получила редакционное задание снять репортаж на тему «А не стало ли в Рязани меньше ям на дорогах?» Для полноты впечатлений поехала она на съемки на собственной машине. Так что не обессудьте дорожники, но материал получился хоть короткий, но сердитый. Хороших дорог рязанцы не видели уже лет 20, а может и больше. Для некоторых, особенно начинающих водителей, гладкий асфальт является экзотикой. А ведь ни в одном из соседних регионов такого ужаса, как в Рязанщине, нет и не было. Взять, к примеру, улицу Зубковой. Ну, сплошное издевательство над фантазией русского человека. Вроде хочется разогнаться по прямой. Но мини-катаклизмы не позволяют набрать даже законные 60. А ремонт машины в наше время удовольствие дорогое. Как бы мы не возмущались, как бы не просили дорожников хотя бы засыпать рязанское минное поле, все бесполезно. Денег на ремонт никогда нет. По правде говоря, руки опускаются. Как-то один из рязанских чиновников поделился с нами, что предпочитает, чтобы колеса автомобиля были больше ям. Но куда деваться, если ямы превышают размер автомобиля? Вопрос, конечно, риторический. Весна и обнажившийся ущербный асфальт доводят автомобилистов не только до скрежета Зубовного, но и до обострения специфического креатива. Почти всегда получается смешно. Вот, например, как видят разницу менталитета и манера вождения нарушителей за рубежом и в нашем отечестве. Разве не тонко подмечено? Даже очень тонко. А вот фрагмент пародии на рекламу, оплаченную каким-нибудь миндором. Как говорится, послушаешь вранье, прислушаешься, правда. Министр транспорта Игорь Левитин принял решение отказаться от строительства опасных гладких дорог и представил инновационный проект «Пористые дороги». Пористые дороги России. Безопасность превыше всего. Технология строительства пористых дорог основана на посеве технологических ям. Это обеспечивает надежное сцепление с дорогой. В момент прохождения колесом технологической ямы сила трения, как вы видите, максимальна. В то время как на обычной гладкой дороге трение минимально, что делает автомобиль неустойчивым. Завершает программу пожарный материал от Элеонора Миненковой и пресс-службы регионального управления МЧС. Солнечный день понедельника не предвещал беды. Однако в 16 часов 30 минут поступило сообщение о возгорании в помещении магазина. Он находился на первом осеннем переулке в подвале жилого дома. Пожару присвоили повышенный номер сложности. При этом из-за сильного задымления была проведена эвакуация жителей остальных квартир дома. Таким образом, из мер безопасности на улицу вывели 8 человек. Пожар ликвидировали в течение 20 минут. В тушении участвовало 6 пожарных расчетов. Погибших и пострадавших нет. Ущерб и причина возгорания устанавливается. Наиболее вероятная версия короткое замыкание электропроводки. На сегодня все. Всем хорошего вечера. Увидимся завтра, как обычно в программе «Время говорить». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин